Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC, студия Елена Косолапова. В этом выпуске поговорим о развитии среднего коридора и о его возрастающей роли в международных грузоперевозках. На видеосвязи со мной сейчас Фарух Нуврузов, экономист и Мухтар Тайжан, кандидат экономических наук. Фарух Нуврузов подключается из Нидерландов, а Мухтар Тайжан из Казахстана. Уважаемые эксперты, приветствую вас. Добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Тайжан, хочу сначала обратиться к вам и начать с главной новости касательно среднего коридора. Накануне еврокомиссар по торговле Валдис Домбовскис объявил, что ЕС намерен направить на развитие среднего коридора, ну или как его по-другому еще называют, транскаспийского международного транспортного маршрута, до 10 миллиардов евро. На самом деле не так много проектов, которые пользуются таким интересом и таким вниманием со стороны Европейского Союза. Особенно это касается проектов, которые по сути не реализуются внутри Европейского Союза. Транскаспийский международный транспортный маршрут, он реализуется за пределами ЕС. Как вы считаете, с чем связан такой большой интерес к этому маршруту со стороны ЕС? Потрясающе. По моему взгляду, действительно очень впечатляющая сумма для проекта, который, как вы правильно отметили, находится вне Европейского Союза. Это означает одно, что Бруссель крайне заинтересован в осуществлении и реализации этого проекта. Что Европа осознает, что она очень нуждается в независимых от России путях доставки товаров энергетических, углеродных, а также транзитных из Китая. И она бы хотела иметь независимый от России маршрут поставки таких товаров. Поэтому я думаю, что эти деньги, внушительные деньги, это отражение настоящей заинтересованности Европейского Союза в реализации этого проекта. Куда они могут быть направлены, эти деньги? Ну, я со стороны Казахстана могу сказать, что у нас запущена программа по модернизации порта Круп на побережье Каспийского моря. Там необходимо углубить дно, чтобы мы могли принимать большие суда, большие танкеры. Имеется в планах построить совершенно новый порт. Поэтому, кроме того, у нас есть необходимость, я не знаю, будут ли направлены эти деньги на это, но есть необходимость построения узкоколейки с нашей границы с Китаем до Каспийского моря, чтобы транзитные грузы из Китая без всяческих преград, без необходимости перевалки товаров могли доходить с большой скоростью до Каспийского побережья. Вот что я думаю. Фарух, теперь хочу обратиться к вам. С Европейским Союзом, понятно, действительно огромный интерес к этому проекту, но средний коридор, он же предназначен для транспортировки грузов из Китая, из Центральной Азии в сторону Европы. Ну, соответственно, интерес должен быть и со стороны Китая тоже. Вот вы как считаете, насколько велик интерес Китая к этому проекту? Спасибо большое за вопрос. К Китаю, конечно, этот проект тоже очень интересен, так как есть, давайте посмотрим вот два направления. Китай в начале 2010-х, ну, в начале прошлого десятилетия, принял такую стратегию, которая сейчас называется «Один пояс, один путь». Этот проект подразумевает большое количество, большие инвестиции в развитие инфраструктуры, таможенных процедур и так далее в более чем 65 странах, которые располагают по суммарно 30% ВВП мира. И этот проект был запущен вот в 2010-е и активно продолжается сейчас, развивается. И есть цель, что до конца этого десятилетия, до 2030-го года, все эти маршруты, которые предполагаются в этом проекте, будут задействованы. Один пояс, один путь полагает два направления. Пояс – это означает как раз все торговые пути наземные, железными путями или грузовыми машинами. А путь полагают морские перевозки. И в обеих направлениях Китай сейчас движется очень быстро. То есть Китай не только вкладывает в инфраструктуру, но также помогает, скажем, восточно-африканским странам построить правильные, скажем так, регуляторные институты, государственные учреждения, которые будут обходить определенную бюрократию, чтобы ускорить вот этот темп развития всего этого проекта. А почему Китай это делает? Потому что с этим же проектом Китай также принял такой манифест на будущее, это 2030 года, полностью обеспечивать себя всеми жизненно важными, скажем так, товарами. И в 2020 годы, в начале 2020-х этот процесс был запущен и идет с очень быстрым темпом. Например, только в нефтехимии Китай сделал инвестиции, больше чем 30% от ныне имеющегося объема, скажем так. И до 2030 года Китай собирается как и обеспечить полностью себя, так и экспортировать большое количество грузов по всему миру. И поэтому, да, заканчивая ответ на этот вопрос, скажем так, что Китаю очень интересно развивать это направление. Ну, то есть мы можем ожидать поддержки и со стороны Европы, и со стороны Китая. Господин Тайжан, к вам вопрос. Ну, вообще про средний коридор, про транскаспийский международный транспортный маршрут особенно громко, особенно много заговорили в последние годы. И вот если посмотреть на статистику, действительно, где-то с 2019 года такой начался интенсивный рост грузоперевозок по этому направлению. Я посмотрела последние данные. За 2023 год по этому маршруту перевезено более 2,7 миллиона тонн грузов. Это на 86% больше по сравнению с 2022 годом. А план на этот год, 2024, составляет около 4 миллионов тонн. А если посмотреть на более дальнюю перспективу, как вы считаете, насколько большой объем грузов может пойти по этому маршруту, ну, если будет, конечно, соответствующая инфраструктура и так далее. В целом, насколько перспективен этот маршрут с учетом того, что сейчас растет интенсивно торговля между Европой и Китаем, между Центральной Азией и Китаем. Ну, соответственно, объемы грузов будут увеличиваться, и по какому-то маршруту их надо везти. Я думаю, что в обозримой перспективе, то есть в течение 2-3 лет, учитывая потребности Европы в углеводородном сырье, учитывая потребности Китая в транспортировке своих экспортных товаров, учитывая экономический рост Центрально-Азиатского региона, учитывая, дай бог, что у нас с вами вместе будет возобновлен поток через Зангизурский коридор. Я думаю, что в течение 2-3 лет мы можем говорить о 10 миллионах тонн, потому что перспективы очень большие, потребность очень большая. И, конечно же, мы берем во внимание геополитические катаклизмы, которые мы все сегодня наблюдаем, учитывая санкции, которые наложены на наших соседей. То есть потребность вот в этом коридоре, я думаю, она есть, и она будет расти в геометрической прогрессе, потому что это очень реальный, очень стабильный, потому что, слава богу Всевышнему, у нас нет конфликтов здесь, не предвидится, дай бог. Это очень такой перспективный путь. И через Азербайджан, через Турцию мы можем выходить на мировые рынки, прежде всего, конечно, европейские. Мы видим также, что происходит в Красном море, в Аденском заливе, где из-за, ну, опять же, таких вот геополитических конфликтов снижается и становится более дорогим транзит через Суэцкий канал, потому что страхование грузов, риски вот эти вот, да, в последнее время они возрастают. Поэтому перспектива вот нашего общего транскаспийского маршрута, я думаю, в ближайшей перспективе это 2-3 года, это 10 миллионов тонн вполне реально. Фарок, вновь вопрос к вам. Хотелось бы поговорить непосредственно про нашу страну, про Азербайджан. На ваш взгляд, насколько Азербайджан готов увеличивать объемы транзитных грузов с учетом той инфраструктуры, которая уже построена, которая имеется? И я здесь говорю не только о транзите грузов с востока на запад, но и о транзите грузов с севера на юг, потому что через Азербайджан ведь проходит еще и коридор север-юг, я думаю, про него тоже нужно не забывать. Да, процессы, конечно, идут. И последние годы мы наблюдали визиты, то есть большое количество визитов глав государств на высшем уровне между Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном. И это все указывает на то, что Азербайджан и в целом страны, регион Каспийского региона, очень заинтересованы в развитии всех этих дорожных проектов. И также мы видим, как развиваются порты, была создана свободная экономическая зона в Аляте, и в целом делаются инвестиции в развитие портов, строятся корабли на наших Каспийских верфях, на нашей верфи. И процессы, как бы они идут, но и в целом сейчас Азербайджан перевозит, то есть является транзитной страной для достаточно большого количества, объема груза, которые идут из Азии на Европу. Но для того, чтобы нарастить объемы и дойти до тех объемов, о которых предыдущий эксперт также говорил, нужно в первую очередь упростить определенные процессы в таможне, то есть уменьшить бюрократические процессы, подключить такие вот платформы типа Асанхидмят, для того, чтобы упростить все эти процедуры. Также требуется, то есть есть потребность для того, чтобы убрать неэффективность в узких местах, то есть развивать дороги, то есть увеличить количество программ-переходов, скажем так. И, конечно же, следует перенимать опыт европейских, а также, скажем, опыт Турции, которая достаточно сильна именно вот в всех этих логистических проектах. Но, как мы видим, как я уже отметил, в последние годы все эти проекты и процессы идут. Эти процессы отразятся очень хорошо на стране, так как развитие логистических путей также предполагает создание новых рабочих мест и, в принципе, увеличение товарооборота в целом. Господин Тайжан, вновь вопрос к вам. Ну, вот, насколько я знаю, в Казахстане тоже уделяется огромное внимание транспортно-логистическому сектору. Даже в последнем послании президента Касыма Жамарта Тукаева, народу Казахстана, в сентябре прошлого года этой теме уделялось достаточно большое внимание. И вот президент говорил о том, что Казахстан должен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии, то, что доля транспортно-логистического сектора в ВВП должна быть доведена до 9% в ближайшие три года. Вот вы уже упомянули порт Курык, что необходимо там провести работы. Какие еще работы необходимо провести в Казахстане и в транспортном секторе, чтобы достичь этой цели, и какие работы уже проводятся? Ну, конечно, было бы хорошо, если бы на этот вопрос ответил кто-нибудь из нашего правительства. Я выскажу мнение просто экспертное, свое личное, исходя из той информации, которая имеется в открытом доступе. Отвечая на ваш первый вопрос в сегодняшней дискуссии, я упомянул, что да, необходимо углубить дно в нашем порте Курык, нужно построить еще один порт, совершенно новый, нужно построить узкоколейную железную дорогу с нашей границы с Китаем до Каспийских портов. Но это немаленькое дело, потому что расстояние около 3000 километров. Тогда мы получим сквозной поток от Китая до Каспийских наших портов. Конечно, хотелось бы иметь нефтепровод и газопровод под муку Каспийского моря, но мы все отдаем себе отчет, что кое-какие прибрежные страны Каспийского моря выступают категорически против подобных проектов. В связи с чем нам нужно нарастить, я считаю, танкерный флот, который мог бы перевозить больше нефти и газа через Каспийское море. А если будет финансовая возможность, то мы видим, что открываются такие возможности. Почему бы не построить под дном Каспийского моря необходимые трубопроводы и газопроводы, включая железнодорожное сообщение? Потому что между Великобританией и Францией под Ла-Маншем такая железная дорога построена, как нужно. Это не единственный пример. Почему бы нам такую железную дорогу не построить? И тогда мы вообще бы выиграли все от сквозного транспортного коридора от южно-китайских морей даже до главных портов Европы, как Роттердам и так далее. То есть тут, как говорится, непаханное поле работы, я считаю, в нашем регионе, в Каспийском. И при наличии финансов, а также воли это сделать, мы можем очень многое здесь сделать. Форок, вновь вопрос к вам. Вот мы уже говорили, что 10 миллиардов евро планирует ЕС направить на развитие среднего коридора. Как вы считаете, на какие проекты, на какие нужды в первую очередь необходимо будет направить эти деньги? Какие узкие места этого маршрута на сегодняшний день существуют? Вот как и я, и другой эксперт отметили, то есть самое главное сейчас это развивать инфраструктуру, то есть во-первых, расширять то, что имеется, а также по возможности построить дополнительные порты в Каспийском море. Так как, то есть чем больше будет портов, тем больше будет и товарооборот. Ну, пока что порты на Каспийском море не работают на полную мощность, они не заполнены на полную мощность, они могут больше. Да, мы как бы говорим о проектах, которые предполагают, то есть достаточно долгосрочные проекты, которые предполагают много времени еще, и да, то есть нам нужно, так же, как предыдущий эксперт отметил, нам нужна узкая, узкоколейная железная дорога, так как вот большой, очень много времени, узкие, как раз вот проблемой является то, что каждый раз, чтобы пройти в Европу, нужно либо переставлять контейнеры или вот вагоны из одной колеи на, ну, из вот нашей колеи на узкоколейную, либо же, то есть если речь идет о, там также можно менять и колеса, либо же если речь идет о жидких грузах, то можно переливать из вагона в вагон, и все эти операции, они достаточно трудоемкие, занимают очень много времени, и при которых также возможны какие-то ошибки, которые могут и повредить груз, и окружающую среду, и поэтому во всех этих направлениях должны, то есть эти инвестиции для развития железной дороги, то есть они очень большие, мне кажется, 10 миллиардов на это не хватит, но эти страны сами тоже инвестируют в собственную инфраструктуру? Да, это тоже есть, но то есть в данный момент, чтобы задействовать вот и наши парты на полную мощность и увеличить объемы, то есть стоило бы, по моему мнению, сконцентрироваться именно на всех этих перевалочных пунктах, увеличить эффективность перевалочных пунктов, проходную способность, и также в целом привлечь большое количество специалистов, которые разбираются в этой сфере. Также нужно развивать логеря, то есть транспорта, транспорт, то есть делать вагоны, то есть увеличить, наращивать количество вагонов, наращивать количество грузов, грузовиков, которые могут перевозить продукты, но еще очень важным моментом является вкладывать в новые дорожные пути. Вот недавно был уже открыт путь в северном направлении, и вот такие, то есть новые альтернативные дороги могут позволить большому количеству грузовых машин с этими контейнерами из Азии приезжать в порты Грузии или Турции. Господин Тайжан, вновь вопрос к вам. Мы сегодня в основном говорим о том маршруте, который в Центральной Азии проходит через Казахстан. Но ведь есть еще один маршрут, ветка, которая проходит чуть южнее, тоже по Центральной Азии, но через Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан. Уже даже тестировали этот маршрут. Как вы оцениваете перспективы этого маршрута? Как вы считаете, может ли этот маршрут привлечь транзитные грузы в перспективе? Конечно, может. И я считаю, что конкуренция еще никому не вредила. Если будет даже два маршрута из Китая в направлении Каспийского моря, это будет лучше. Пусть эти две ветки железнодорожные, два маршрута конкурируют между собой. и выиграем только мы, потребители, тогда и себестоимость перевозки будет ниже, и качество услуг будет выше. Посмотрим, какой маршрут выиграет в конкурентной борьбе. Я считаю, что этого бояться не нужно. Это тоже наши братья, можно сказать, это наши ближайшие соседи. Если они начнут тоже зарабатывать, это тоже будет неплохо. Для Казахстана, как мне кажется, это тоже хорошо. Поэтому здоровая такая будет конкуренция, я лично положить на цель. Это для нашего общего региона очень большой плюс, если мы сможем взять на себя определенный объем транзитного груза из Китая или Европы. там я вижу некоторые сложности такого характера, что если говорить о Казахстане, здесь мы говорим об одной железнодорожной администрации. То есть, если мы будем принимать грузы на нашей станции ДОСТЭК, скажем, это граница между Казахстаном и Китаем, и отправлять до станции Курт, допустим, на побережье Каспийского моря, это будет одна железнодорожная администрация, одно государство, Казахстан. там мы имеем три железнодорожных администрации, Кыргызстан, Узбекистан и Турканистан. Очень много будет зависеть от слаженности взаимодействия вот этих железнодорожных администраций. Мне понравилась идея, которая была высказана главами наших государств в прошлом году о создании единой цифровой платформы для оформления грузов, для прозрачности, чтобы клиенты видели, где именно в данный момент, в режиме реального времени находится их груз. Я думаю, что это очень хороший такой шаг. Кроме того, нам нужно договориться о едином тарифе, чтобы клиент договаривался не с несколькими администрациями, а с принципом одного окна. То есть в одном месте оплатил и получил свой груз в Роттердаме. Мы опять возвращаемся к упрощению таможенных процедур. Да, упрощение и цифровизация. Фарук, вновь вопрос к вам. Про Центральную Азию более-менее понятно, а вот если говорить про Южный Кавказ, то на Южном Кавказе новой веткой этого среднего коридора должен стать Зангизурский коридор, который свяжет основную часть территории Азербайджана с Нахчеванской Автономной Республикой, ну и дальше выйдет на Турцию. Как вы считаете, как открытие этого маршрута, этой ветки, этого коридора отразится на привлекательности грузоперевозок по среднего среднего маршрута? Как было отмечено опять же предыдущим экспертам, альтернативные маршруты, то есть это всегда, в большинстве случаев, это имеет очень много позитивных моментов, так как создает конкуренцию, но кроме конкуренции, также естественно, что увеличивается, можно увеличить товарооборот. И выход за Ангизурский коридор, он может дать нам выход, то есть более короткий выход в Средиземное море, и выход на такие торговые хабы Турции, как Порт-Искендарун, Мерсин и Адана. Также это может упростить и сделать потенциальные инвестиции в производство определенных продуктов в Азербайджане более эффективным, так как порт, то есть можно иметь выход на Средиземные порты, которые уже специализируются на всех, на перевалках большого количества грузов. Но и конечно же для Азербайджана тут есть и политический момент, так как этот коридор связывает Азербайджан ну то есть с Нахчеванем, с Нахчеванем и поэтому кроме политического, то есть кроме экономического момента, здесь есть и политический момент, но мне кажется, что и без Зангезурского коридора, задействовав, увеличив грузооборот через Грузию, мы также можем увеличить проходную способность через Азербайджан как транзитной страны. И поэтому да, у Азербайджана есть очень большой интерес, как и есть интерес у Турции и у Китая как главного поставщика продуктов, которые будут идти через эти маршруты. И конечно же для нашего соседа этот проект будет намного больше выгоден в экономическом плане. как опять же предыдущий эксперт отметил, то есть развитие стран, которые находятся по соседству, также должно соседствовать развитию всего региона. И поэтому конечно же открытие этого коридора будет выгодно для всех. господин Тайжан, вновь вопрос к вам. Вот вы до этого упомянули проблемы с грузоперевозками в Красном море. Действительно очень актуальная тема, потому что раньше это был главный маршрут для транспортировки грузов из Китая и Азии в Европу, а сейчас очень многие грузоперевозчики отказываются от этого маршрута, потому что он стал небезопасным в свете конфликта на Ближнем Востоке, в свете атак хуситов, и на самом деле конца этому конфликту пока не видно. Как вы считаете, может ли это кардинально изменить систему международного грузоперевозок и в частности дать дополнительный толчок для развития среднего коридора? Могут ли часть хотя бы грузов перейти с маршрута через Красное море, через Суэцкий канал на средний коридор? Конечно, и уже оказывает такое влияние. Конфликт на юге Красного моря, вооруженные нападения хуситов на проходящие мимо торговые суда в Адонском заливе, уже стоимость такого маршрута возросла для клиентов, потому что возросли риски, а тем самым возросли страховые перечисления, то есть страховые компании просто подняли цену на свои услуги, если судно идет через юг Красного моря. Естественно, тут как-то не хочется говорить, что нам это на руку, но чисто экономически, да, действительно, в мировой торговле возрос спрос на другие, независимые от юга Красного моря транспортные маршруты. И здесь, конечно, наш маршрут, наш общий с вами маршрут, он просто-напросто мог бы предложить клиентам более безопасный путь перевалки грузов с Европы до Китая. Ну и мы не должны забывать и другой геополитический комплект в нашем регионе, который длится уже почти два года. Это тоже, конечно, диктует потребителям, диктует клиентам необходимость нахождения более безопасных машин. Поэтому здесь мы должны инвестировать в инфраструктуру, тем более Европа дает готовое финансирование. А что такое европейское финансирование? Это европейский менеджмент, это европейские проектные работы, то есть эти все работы будут произведены на высоком уровне. Мы обязательно должны воспользоваться этой комплектой. Да, вот вы говорите про альтернативу, но на самом деле альтернатив-то не так много. Через Россию Северный путь под санкциями, через Иран тоже путь под санкциями, да, есть маршрут через Юг Африки, но там тоже достаточно своих проблем. Фарук, вы как считаете касательно вот этих проблем в Красном море с грузоперевозками, как эти проблемы могут изменить грузоперевозки из Азии в Европу? Будет ли эффект в продолжительном этого конфликта? Мне кажется, что будет и не зря Европа в последнее время также активизировалась в этом направлении и выделяет вот все эти указанные инвестиции. Так как, как вы тоже правильно ответили, существует в данный момент всего две альтернативы, даже, скажем, три альтернативы, если еще включить потенциальный транзит через Панамский канал, который тоже сейчас высох и количество кораблей, которые оттуда проходят, тоже уменьшилось. Суэцкий канал, как вот два года назад, когда там застрял контейнеровоз компании Evergreen, уже в Европе начали активно говорить о том, что вот, то есть, вот даже одна такая проблема с одним кораблем может настолько сильно повлиять на вот все на глобальные грузоперевозки. А продолжительный конфликт, а также конфликт, скажем так, военных, когда по нефтяным танкерам бьют баллистическими ракетами, то он может не просто закрыть канал на несколько месяцев, но и в принципе сделать его непригодным для для прохождения корабля вообще на долгие месяцы, а также вызвать как бы определенную экологическую или техногенную катастрофу, так как там переводится газы, разные виды газы, нефтяные продукты и так далее, и другие взрывоопасные химикаты. И другая альтернатива это арктический путь, вот северный путь, который вы отметили, которым Россия и Китай уже пользуются, и кстати уже вкладывают очень большие инвестиции в развитие портов, Владивосток, там на полосцове Таймыр. Но это возможно между Россией и Китаем, а вот грузы везти можно ли через этот путь в Европу, это вопрос. Если Европа захочет, то она сможет, то есть тут опять же выходит вопрос политический, и я вот как раз прихожу к тому, что единственная альтернатива, которая остается в Европе, это задействовать вот эти наземные перевозки из Китая, из азиатских стран в Европу. И поэтому я считаю, что Европа есть очень большой интерес, и нынешний конфликт вот так скажем позитивно влияет на развитие этого коридора. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Напомню, что на видеосвязь с нашей студией сегодня выходили Фарух Нуврузов, экономист и Мухтар Тайжан, кандидат экономических наук. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о развитии среднего коридора и о транзитных грузоперевозках через Азербайджан. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин